Добрый вечер, Церковь! Буду приносить Богу жертву хвалы, благодарения. И буду свидетельствовать о Его славе в моей жизни, в жизни нашей семьи. Я очень хочу верить, что вы будете радоваться вместе с нами. Даже если этого не произойдет, я хочу воздать Богу славу. Он чудный. Свидетельство мое такое. Для многих из вас не секрет, что наш сын находится не в этой стране. И он там один, по сути. И здесь есть мамы, которые имеют детей. И я думаю, что для вас это было бы понятно. То, что переживаю я как мать. Я могу сказать, что за это время я очень Богу благодарна, потому что мне не стыдно. Мне не стыдно за ту жизнь, которую я прожила. Почему? Потому что я сегодня вижу своего сына уповающим на Бога. Мне не стыдно, что какое-то время мне приходилось смирять свою шею перед Господом, вкладывать в Него, смирять себя, не бросать Его, видя разные периоды Его жизни. Мне не стыдно, потому что я сегодня радуюсь, когда я слышу от моего сына. Мама, Бог за меня. Это счастье. В чем заключается чудо, которое Бог сделал? Мой сын находится в чужой стороне, и там он не имеет пока никаких прав вообще, ни на что. Вы знаете, было время, когда пастырь провозглашал здесь истину, и она заключалась в том, чтобы мы познавали Бога. Я понял, что познание открывает определенные двери нам. И также познание и знание открывают двери нам. И я могу сказать, что я хотела бы это свидетельство провести как параллель такую. Находясь в чужой стороне, очень сложно не знать язык и куда-то идти, к чему-то стремиться. Точно так же и в той земле, где нас Бог приводит. Когда ты ничего не знаешь, когда ты не знаешь языка, которым говорит Бог, тебя никто не поймет. Он использует наши уста. Но также он использует уста, когда мы общаемся где-то в стране, находясь друг с другом. Мой сын пошел учиться, потому что вроде бы мы в Украине имеем какой-то уровень языка и все, но даже закончивый университет, его уровень был настолько низок, что его хватало для общения только... Макдональдс. Да. Ой. Это правда. И я могу сказать, это, конечно же, сложно, потому что когда ты выходишь в чужую землю, и там все говорят на английском языке, и не просто на классическом английском, а на американском, который вообще совершенно другой. То есть это полностью переучить надо было все. Я понимаю, что для вас это не чудо, и вам, может быть, даже это все равно, но я могу сказать, это чудо для меня в чем. Когда мы разговаривали о том, что делать дальше, мы поняли, что ему нужно идти учиться дальше, потому что чем больше ты знаешь язык, тем больше дверей открывается перед тобой. И он принял решение идти учиться. Мы молились об этом, об устройстве Божьем, и он молился об этом. Приходя туда, сдав документы, первое ему, что сказали, вы кто тут, вы имеете какой-то статус? Он не понял даже, о чем идет речь. Собственно говоря, ему сказали, хорошо, ваше обучение тогда будет стоить таких денег. Три с половиной тысячи долларов. Но мы, естественно, сказали, что куда учиться, то есть это какая учеба, мы же их не рисуем. Поэтому мы решили не идти учиться. Но как он только вышел с этого колледжа, буквально на улице его встречает женщина одна, армянка, и говорит ему, ты кто? Он, я, вот, пришел, хочу учиться. А он позвонил, да, он нам написал СМС, и мы начали молиться. Это буквально происходило в течение 15 минут. Он пишет, что такая ситуация. И эта армянка говорит, послушай, дорогой, ты что? Ты знаешь, что ты здесь ни на каких, ни на правах? Чем ты можешь платить здесь? Откуда ты возьмешь деньги такие? Он говорит, так я и сам знаю, что мне их не откуда взять. Он говорит, ты не должен это делать. Я тебе расскажу, что тебе надо написать, чтобы тебя правильно приняли тут, поняли, кто ты и что. Он говорит, хорошо. Она ему подсказала все, но этого оказалось мало. Ему нужен был человек, который выступил бы поручителем за него. И, естественно, поскольку наш сын живет у дедушки, мы думали, что это будет мой отец. Так случилось, что время тянулось до последнего дня практически. И, естественно, никто ничего не оформлял, ничего не писал. За этот промежуток времени у моего отца обнаружили рак. И его положили в больницу. Сделали ему, слава Богу, операцию. И все прошло хорошо, Бог чудным образом. Я верю, что сделал все вовремя. Но это все равно не помогло никак нашему сыну. И находясь там практически одним, вот один там в этой чужой стране, и когда ты смотришь со стороны и понимаешь, что нет на кого больше уповывать. Нету ни мамы, ни папы, ни дедушки, ни дяди, ни доброй тети, никого. Ты один. И я говорю, послушай, ты все равно должен идти учиться. Он пошел опять в колледж, и мы сказали, хорошо, мы можем тебя взять, но тогда это будет хотя бы, ты должен платить 500 долларов. Тогда мы начали совещаться, и он устроился там на работу. И слава Богу, очень чудесным образом Бог тоже сделал чудо. Опять-таки хочу сказать, это чудо для нас, потому что его взяли официально. За него платят налог. То есть он в государстве. Да, за него платят уже даже страховку. В общем, это чудо на самом деле. Если кто-то понимает, кто-то сталкивается с этим. Это чудо. Скажу, чудо в чем? Что он работает, помогает. Был такой, если кто-то знает, Королев, который ракеты делал. И у него был один из ближайших его помощников. Он сейчас печатает книгу, мемуары с компьютером. И его внук, один из руководителей Гугл, знаешь кто-то, да? Вот один. И вот чисто случайно, вот как мы говорим, чисто случайно Олег оказался так, что он начал работать в этой семье, помогать делать такие вот вещи. И они ему начали за это платить деньги. А потом увидели качество, которое их устраивали. Потому что это был такой конкурс, это такая работа. Присматривали. Это работа такая, которая не занимает много времени, потому что я ему поставил такое условие. Ты должен учиться. Ты должен учиться. Ты должен поставить для себя за цель. И он первое, когда он приехал, учился в школе, бесплатной школе. И он ее прошел очень быстро. То есть, ну очень быстро. Вот ему все, оно удалось, прошлось. И есть необходимость сделать следующий шаг. Колледж, а потом уже пройти какой-то этот, ну как бы университет уже какой-то момент для того, чтобы иметь образование. И естественно, потом у тебя уже перед тобой открывается перспектива. Почему? Потому что он живет в Америке. Америка это не страна дураков. То есть там все надо, чтобы было таким вот образом. И мы ему об этом говорили. И приехал внук тоже, этот руководитель Гугла. Они с ним тоже, он тоже уделил ему внимание. Сели, поговорили. Ему тоже он объяснил всю перспективу, шаги, какие надо. Он ему как бы расписал все, что ему надо для того, чтобы дойти до той цели, которая ему надо. То есть, ну вот все вот как бы очень сильно расположилось. И потом возникает такой вопрос. Когда он пошел поступать, одно вырисовалось, а потом, говорят, рисуют 500 долларов. Ну, я говорю, и он пишет с нами совет, что нам делать? Я говорю, Олег, есть деньги, которые ты зарабатываешь. Пусть лучше в чем-то ты будешь ущемлен, но ты должен платить, ты должен учиться, несмотря ни на что. Я понимаю, что на сегодняшний момент я с Украины практически ничем не могу помочь. То есть даже такая сумма, это все равно на сегодняшний момент большая. И вот он буквально вчера, да, все, а теперь ты рассказывай, потому что я просто это, я извиняюсь. Я хотела просто, что я хотела в этом, в принципе, какую даже для себя как параллель вести. Во-первых, один, уповать остается только на Бога. Тебе не на кого рассчитывать. Я говорю это к тому, что очень часто мы с вами сталкиваемся с тем, что мы остаемся один на один со своей проблемой. У тебя нет никакой поддержки, потому что, вы понимаете, один на один, это как здесь вот в чужой стране, так бывает, что мы здесь, находясь среди своих, живем в чужой стране. Один на один со своей проблемой. И больше никого нет, на кого ты можешь уповать. Ты не открыть ничего не можешь, ты поделиться тебе не с кем, ты один на один со своей проблемой. Для меня это ободрение, честно, я вижу в этом руку Божью. Когда он пишет, говорит, мама, я хочу верить в то, что Бог принесет устройство, значит, придется платить за учебу. И я могу сказать, в этом тоже есть образ. Почему? Потому что за знание надо платить цену. Мы хотим познавать Бога, за это придется платить цену. Мы хотим познавать Его благость и милость. Да, мы знаем, что Христой за нас заплатил, но придется и нам заплатить цену. Цена посвящения, цена времени, цена наших желаний, это тоже цена. Он пошел, сделал шаг, он принес документы, принес эти деньги, ну, приготовил их, чтобы платить. У него берут документы, все записывают, записывают, и потом он достает, а они на него смотрят и говорят, а что ты даешь деньги? Что ты собрался платить? Это мы тебя берем на стипендию. Слушайте, для нас это чудо, потому что на самом деле, когда тебе не на кого рассчитывать, когда тебя подвели уже все, ну, нет возможности, никто не может за тебя ни поручителем выйти, ничего. Ты один на один со своей проблемой вообще. И Бог просто делает для нас чудо, поэтому спасибо Ему огромное за все. Я тоже хочу засвидетельствовать за Божьи чудеса в нашей жизни. Действительно, что мы Божьи дети, и Бог слышит наши молитвы. И вы знаете, по неотступности действительно Бог помогает. Я хочу засвидетельствовать, что когда моего сына комиссовали в госпитале еще в феврале месяце, и вот начались проблемы. То документы не нашли, то того где-то нет, то такой бардак везде, что то он числится в розыске, то он не в розыске. В общем, целая проблема. Но мы на служении исцеления молились, мы взывали к Богу и говорили, Господь, только Ты можешь это все разрешить. И вы знаете, с февраля месяца до июля, 27 июля, Бог так и вмешался. И действительно, и документы нашлись с госпиталя, которые послали туда на воинскую часть. И нашлось все то, что должно быть, чтобы его комиссовали. Но когда его комиссовали, он должен был еще прислать ему документы, чтобы он получил участник боевых действий. Но по молитвам действительно прислали эти документы, и ему сказали в военкомате, что тебе придется очень долго ждать, 2-3 месяца. Но мы молились постоянно на служении, и он за 2 недели получил эти документы, участник боевых действий. Вы знаете, вот мы молились и говорили, пусть твои будут времена и сроки. Ты знаешь, да, он был там, как там, он в этих окопах, но он же не обманывал. Он же действительно, если положено по закону, то положено. Но есть, которые вот, даже кто видит программу «Время», то не могут добиться вообще без рук, без ног, и не могут добиться вот этих удостоверений участника боевых действий. Поэтому спасибо Богу, что он действительно слышит. И мы не должны разочаровываться, если не сразу это получается. Потому что, да, большой период времени. И еще второе я хочу засвидетельствовать за исцеление. Вы знаете, когда я пришла в эту церковь, и я вот поверила настолько в имя Иисуса Христа, в Его силу и власть, а у меня на локтях было типа псориаза, вот это гноилось, корочки были, все. И я пришла с церкви, помню, оно у меня чесалось, мне стыдно было ходить, чтобы рукава прикрывали надо. И я со злостью, как возложила руку на свой локоть, когда как закричала во имя Иисуса Христа. Я говорю, чтобы у тебя здесь и духу через сутки не было. Почему я сказала через сутки, я не знаю. Но ровно через сутки его не стало. И вы знаете, но потом через время на втором локте появилось. Я тоже противосталась, сказала, я не поняла. Я говорю, у тебя здесь нет, у тебя здесь не будет. Но я хочу сказать о том, что пришло очень много лет, много лет, и это обратно было, появилось. И вы знаете, я вот настолько, ну как вам сказать, твердо стояла и молилась. Конечно, не месяц, не два, но локтики чистые. И слава Богу, как бы дьявол не пытался нам это обратно дать, чтобы мы разочаровались, что Бог не исцеляет. Нет, Бог таки исцеляет. И мы должны это верить Богу. Спасибо, что Он призвал. Спасибо за церковь, за пастора, за всех моих братьев и сестер, за моего лидера, за домашнюю группу, за те, что ко мне ходят, за служение исцеления. Я всем благодарю, я вас всех люблю. Я тоже приношу Богу благодарения. Сколько чудес сделал в моей жизни за 15 лет. Я в первую очередь благодарю, что Он меня направил в служение созависимых, где я прошла эту реабилитацию, где осталось служить. И уже, ну, все время я служу там, на этом служении. Хоть мне хотелось, я говорила уже когда-то, в служение в хора и прославлять Бога, но Бог оставил меня здесь, и я остаюсь верной этому служению. И благодарю, конечно, что Бог изменил в первую очередь меня. Я пришла и молилась в основном за мужа своего. Все были удивлены, конечно, что за детей молятся, там приносят какую-то цену, жертву больше. А я молилась за мужа, и муж изменился до неузнаваемости. Он бросил пить, он не курит. Просто Божья слава. И когда мы едем на машине, я прославляю Бога. Он, может, хочет включить музыку эту мирскую, но Бог делает так, что я прославляю Бога от самого дома и до Киева. И Он даже не заикнется и не скажет, что замолчи там, или я хочу включить эту музыку. И Бог явил один раз такое чудо, что, когда мы ехали, выстрелило колесо, и просто над пропастью, ну, буквально сантиметры какие-то, Бог установил эту машину. Ну, Он, конечно, сказал, «О, это я такой, но я же знаю, кто такой, что это Бог все сделал». Потому что я молюсь, и всегда, когда мы едем, я всегда молюсь и Бога славлю. И хочу поблагодарить Бога за мое исцеление. Бог сколько раз исцелял меня, что просто за эти все время в первую очередь Он исцелил меня от кровотечения, когда я пришла. Много лет я страдала, уже была в такой депрессии, не хотелось даже жить. Но первый день, когда я покаялась, в тот же день Бог исцелил меня просто по благодати. Когда я пришла на служение, я была в депрессии, в каком-то таком состоянии подавленном. Назад я летела на крыльях. Это просто слава Божья. Потом Бог исцелил меня от трофической раны. Когда врачи говорили, что на 75% мы что-то сделаем. А я верила, что у Бога не бывает 75%, что Бог на 100% исцелит. И действительно, Бог исцелил полностью эту рану. Исцелил меня от экземы. Я хочу поблагодарить служение исцеления, потому что я все время ходила на служение исцеления, молились за меня. И потом я еще приняла решение ходить на молитву. Вот как-то в один прекрасный день Бог побудил, и после этого я ни одного служения без какой-то причины я не пропустила. Хоть служение у меня созависимых, но на это служение я хожу, просто Бог ведет. И я благодарю Бога за все. Спасибо, Господь. Благодарю. Добрый вечер, церковь. Будьте благословенны. Я хочу поблагодарить Бога, что Он привел меня в эту церковь. Хочу поблагодарить Бога за домашнюю группу, за лидера домашней группы Нину. И также хочу поблагодарить Бога за пастыря Владимира. Также хочу засвидетельствовать о славе Божьей, что Господь меня благословил. Такой прекрасной поездкой я очень мечтала туда, в Америку, в Лос-Анджелес. Я туда ехала на соревнования. Заняла второе и четвертое место. Так что у нас есть уже призер чемпионата мира. Поэтому в конце служения можете подойти, сфотографироваться. Я попросил, чтобы она взяла все свои награды. Она сегодня пришла со всеми своими медалями. Поэтому, Нина, я хочу сказать, слава Богу. Видите, насколько важно быть верным и стоять там, где необходимо стоять. Чтобы сегодня видеть... Вот, знаете, на самом деле, большие-большие такие чудеса. Это чудо. И для меня... Потому что я и молился, когда... Можно сказать, это наша дочка. Когда она ехала туда, я молился, говорю, Господи, благослови. Вот просто хочется какое-то благословение. И знаете, она же представляла нашу Украину. Она же представляла Украину. И вот как-то хотелось. И вот второе место, это у нее личное, да? Одиночное. Одиночное. А четвертое место... Парное. Парное. Поэтому... Хочу еще засвидетельствовать. Мы... Ну, у нас же должны быть игры. И мы в форме были. А обувь и ракетки не взяли. И там был волонтер русский, договорились. Нам один дал ракетки. А второй благословил кроссовками. Вот так вот. Слава Богу. Это специальные кроссовки. Слава Богу. Видишь, так вот. Есть и русские хорошие люди. Видишь? Слава Богу. Так что нельзя так... Ну, это... Есть много людей русских. Хороших. Потому что некоторые сейчас там... А я говорю, не, никогда. Знаете, есть... Мы говорим вот так. Есть злые люди, есть добрые люди. Я никого на нации не делю. Для меня нету... Я принципиально даже в это время проповедую на русском языке. По одной только причине. Нету плохих... Нету наций в Боге, во Христе. Нету. Может, мы и разделены, но мы должны видеть, есть хорошие люди, есть плохие люди. Есть умные люди, есть дурные люди. Есть овцы, есть козлы. Библия об этом говорит. Поэтому нельзя никогда унижать и никогда нельзя ни на кого говорить в этом. Это всех касается. Народов и всех языков и всех племен. Аминь. И цвета кожи. Так что давай скажем Аллилуйя! Вот так вот. Хочу от своего сердца подарить небольшой сувенир вам. Мне? Да. Слава Богу. О, ничего страшного. Насхвозь, спасибо тебе. Все, я сохраню это. Мне сегодня уже подарили... А сейчас я покажу. Это уже второй подарок у меня. Мне сегодня у меня есть одна любимая девочка, и она мне нарисовала такую картинку. Так, это, наверное... А, она написала, это я, а насколько я понимаю, это она, а это я. А это моя собака Перчик. То есть, вот. Поэтому я уже сегодня домой несу два... Я не знаю, на что намекает, может, на мороженое. Потому что она написала, дядя Вова. Она мне часто... Не часто бывает мне присылает по вайберу послание. Дядя Вова, я тебя люблю. И думаю, слава Богу. Что кто-то не стесняется. Дядя Вова, я тебя так люблю. И, откровенно, мне так приятно. Есть еще одна открытка такая нарисовала. Одна девочка тоже. Но она мне подарила лет десять назад. Я ее специально оставил. Она тоже как бы очень, ну так, очень просто нарисовала. Сейчас она, может, по-другому будет рисовать. Потому что растет. Да. А я сказал, я сохраню эту открытку. И я подарю ей тогда, когда буду ее венчать. Я за Девору говорю. Поэтому я храню ее открытку. Я говорю, когда буду венчать, я обязательно подарю ей. Или, может, не подарю, но хотя бы напомню, что вот. Доча, спасибо тебе. За такие вот приятные. Поэтому, доча, спасибо тебе. За такой приятный маленький сюрприз. Спасибо, дорогая. Божалуйста. И у меня тоже свидетельство. Бог благословил отпуском. В этом году я не рассчитывала особо. Я вообще не рассчитывала. У меня там какая-то сумма была. Но я думаю, ну как бы пусть лежит там. Ничего. Но мой благословенный лидер так настояла. Потому что я как-то так и хочу, и не хочу. Очень нерешительная. Вот. Она все взяла в свои руки. У нас стоя еще ли? Да. Она все взяла в свои руки, купила билеты, заказала квартиру. В общем, она об всем договорилась. И как-то такое устройство пришло. Все дни пролетели. Как-то так, не знаю, на одном дыхании погода, люди. Люди, кроме меня, отдыхала. Потому что говорят, что, ну вот, когда ты с людьми живешь, это одно. А дружишь, это как бы другое. Мы проверили свою дружбу, походу. Все нормально. Вот. В общем, как-то, да. Это устройство благословения, поэтому, если кто еще не отдохнул, молитесь. Потому что я молилась, но как-то не особо верила, и то Бог благословил. А если вы еще верите, то ожидайте. Вот. Слава Ему. Я хочу принести жертву благодарения нашему любящему и всемогущему Богу. Мой ребенок поступил в университет на бюджет и занял очень высокие баллы. Это для нас было чудо, потому что мы надеялись только на него. И также устроил отдых. Мои дети в этом году отдыхали в лагере. Не просто отдыхали, они послужили. Это был христианский лагерь. Просто это чудо для нас. В общем, я провозглашаю. Я и думаю, будем служить Господу. Здравствуйте, церковь. Я как бы не хотел выходить, но Бог, да. Все-таки я сидел, вот слушал свидетельства, вспоминал. Девять с половиной лет назад Бог меня сюда привел. И я вот так начал пробегать. Пробежала эта жизнь, так, девять этих лет. Все-таки я благодарю Господа за те перемены, которые Он во мне произвел. За то, что Он привел меня сюда. Я благодарю всех людей, кого я знаю, кого Он привел на мой путь. Благодарю вас, пастыря. Благодарю лидеров своих. Благодарю всех своих братьев и сестер, кто в служении. Группа порядка. Да, на домашней группе. Это действительно благословение. Это семья, которая тебя меняет, которая тебя делает лучше, которая тебя поднимает. И это все благодаря Господу, потому что это все от Него. Это не от меня, не от кого-то, от Него. Он все это созидает, все делает. И все-таки я не верил, что в Боге можно пробыть так долго. В таком кайфе, так долго. Ну как-то мне хватало неприятностей искал быстро себе. Мне скучно было, когда все хорошо. А тут так все время хорошо. И если есть какие-то ситуации сложные, и ты действительно уповаешь на Бога, ты проходишь эти ситуации. Намного легче. Я вот разваривал тоже. Человек говорит, как Бог меняет. Говорит, ну, раньше я бы паниковала, кричала, в кипише таком. Сейчас уже понимаешь, что в этой ситуации только на Бога надо уповать. Он все устроит, все более спокойно. Так и по себе смотрю. Тоже в многом поменялся. Уже меньше стал таким вот взбудораженным. Дед уже понимает, тут ничего не сделано. То есть Бог научил чему-то. И это еще не все. Это еще только чуть-чуть. Все будет дальше. Просто не надо останавливаться. Поэтому я благодарю Господа за его милость и любовь. И вас всех ободряю. Слава Богу. Даже обниму. Потому что я всегда, когда его встречаюсь, знаете, на самом деле позитивчик. Я знаю, что есть у него, да, шалом. Вот когда я слышу только шалом, пасырь, шалом. На самом деле позитив такой. Вот есть. Ты понимаешь, что оно есть. Я помню, когда он пришел. Он мне рассказывал, когда он пришел. Потому что он покаялся в другом месте. Он сам об этом будет свидетельствовать. Я не буду об этом говорить. И он покаялся. И попал к нам, по-моему, на лидерское это, да? На лидерское попал. Да. А я был в кофте. И вышел. Говорят, пасырь. Это пасырь. Вышел, пропоедовал. Он говорит, как это пасырь может так выглядеть? То есть. Потому что он покаялся в одном месте. И для него пасырь это было совсем другое представление. Да. Костюм, галстук должен был. Я как-то недавно сам смотрю, думаю. Стоп. У нас какая-то церковь как тинейджеров. Какие-то. В джинсах. То есть. В футболках. Куда-нибудь. Где-то куда-то приду, все как-то там белые рубашечки, там, брюки. Я как-то внутри так возмутился. Ну, это было бы хорошо, чтобы вот так вот одевались. А потом я на себя смотрю. А что ты хочешь? Какой поп такой приходит. А что я возмучаюсь? Да я вас умоляю. Главное, чтобы сердцем приходили к Богу. Да, да. Поэтому, то есть. А все остальное, то есть. Это не проблема. Все, я понял. Ты симвофорист. Скоро. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует...